очень многое говорит о том что многие говорят о том что началось так называемое генеральное сражение то есть сражение то ли за перемирие между войнами то ли за какой-то мир по корейскому сценарию тогда я говорю о событиях действительно вокруг курска вот я делал две фотографии одну в питере метро по поводу приглашение к вербовке завербоваться простите вооруженные силы видите уже 21 миллион питере но очень более красноречивый плакат я встретил на одной из станций московского центрального кольца я тоже привожу сейчас вот как видите уже 23 2,3 миллиона рублей сразу уже больше 200 тысяч там месяц пожалуйста из первый же месяц завербованному предлагается там больше 3 миллиона приветствуется гастарбайтеры видите там мигранты предоставляется что называется гражданство и видите 8 тысяч рублей за каждый день штурмовых действий 50 тысяч рублей за продвижение в троге на километр вперед и все все заливается деньгами все заливается баблом вот и о чем это говорит ребят вот любой западный там или враждебный различий сразу же сделает выводы потому что что людей просто-напросто очень не хватает что прежнего потока контракт ником недостаточно он сразу сделает вывод о том об уровне потерь между прочим и о уровне и а так сказать потоки ныне желающих заключить контракт зачем все теперь заливается такими и деньги что называется вот у меня сразу же дай посмотрите барский подход делу мы вам бабла немеренно там и отстаньте от нас вот там решать как-нибудь колупайте сами вот эти плакаты они говорят об очень опасной тенденции о том что враг выбрал время для курской операции достаточно вовремя то что по этим плакатами видно что в общем-то как отчаянно наше начальство пытается избежать второй волны призыва мобилизации резервистов посмотрите по росту вот эти цены за расценок называется это обо многом-многом говорит о том что надо войну действительно характер войны военных действий менять ну вот кто-то скатая история с гражданской войны в сша если вы почитаете избранные военные произведения фридриха ангельс он говорит что он тогда еще писал в ходе войны тогда был воен блогером таким он говорит что ввести там сказать войну нужно революционным способом за север болят они в общем таким вот привычным путем ну а как собственно говоря обстоят дела вот с этим вот перелом который который вроде бы должен состояться иначе придется к чему толкает враг объявлять еще один призыв резервистов как осенью 2022 года а это кстати угроза они по специально подталкивают наши власти к этому знаю что наша власть этого очень очень боится потому что как вы понимаете призывать придется очень многие вот это может вызвать болтанку и искать острые события стране поскольку как вы понимаете целого истабжение с 2022 года не сейчас министерство обороны находится там сажает генералов там естественная дезорганизация да и в общем-то как мне говорят доносец фронта в общем в том же курске с целым сомжением очень-очень большая проблема чтобы сейчас призвать он призывает полмиллиона минимум вот это столкнуться с теми же проблемами что ничего не хватает что нас собирать за свой счет закупать и прочее прочее поэтому вот собственно говоря враг и пытается поставить нас в это положить ну давайте посмотрим что же происходит на курском направлении сейчас не хочу брать меда вот эти мелкие подробности поскольку они устареют уже буквально но идет третья неделя получается вторжение начало входа высыл что же мы видим ребят идет попытками пока сейчас видите остановить на земле распространение расширения плацдарма вот связь не держим вот с нацболами лимоновцами поговорили вот и я не хочу вас травмировать подробностями вот но на месте министерства обороны очень сильно озаботился бы тыловым обеспечением переброшенных зонбасса войск потому что мы воевать с тем что ты привез с собой ну в общем то долго нельзя опять же нужно налаживать связь и вообще прояснять обстановку чтобы войска знали вообще где происходит деление соприкосновения то есть положение войск высу и наших относительно друг друга вот не хватает на эти электронных планшетов у каждого то есть хотя бы у командиров чтобы видеть текущую ситуацию я пока воздержусь называется от каких-то подробностей и мы оказались очень очень неприятной ситуации наши войска на фронте натянуты как кожа на барабане потому что фронт растянут мобилизации резервистов не было войск не хватает курск показал что понимаете даже границы не прикрыты при этом создании дивизии так сказать территориальной обороны народного ополчения как александр а смухарев еще просто он году говорил она не осуществлено и даже сейчас решение не принято и поэтому про мы попали в какое неприятное положение враг выбирает где нанести еще один удар подобный курскому эта ситуация ну прям прямо скажем малоприятно вот что мы еще видим на третьей неделе этого вторжения ну организационную неясность я бы не сказал еще неразбериху но вы понимаете что такое положение которыми обрисовали вторжение уже на старую территорию и угроза удара противника который не израсходовал серии резервы еще на одном направлении требует очень строгой централизации управления а мы сейчас к сожалению не видим никакого формирования государственного комитета обороны в лаве таскать с лидером страны мы видим посмотрите формирование очередного непонятного органа это координационный комитет при министерстве обороны по защите приграничных областей во главе него ставят не военного человека это министра обороны белоусов фактически там если вы посмотрите состав там такой-то генерал отвечает за беспилотники такой-то за связь там за целовое стабжение вот а никто не назначен официально ответственным за победу за решение проблем ну читай это глава координационного комитета а это белосов обратите внимание на начальник генерального штаба герасимов он туда вроде как не входят это значит конечно герасимов кандидат на ответственность на такое-то сказать животное отпущение хотя как понимаете именно он естественно прозевал его структура прозевал это нападение но это тоже говорит уже о некотором конфликте и верка но поймите зачем создавать владельцы участие сверх необходимого зачем координационный совет примен обороны который должен на самом деле выполнять задачи те задачи которые выполняет генеральный штаб так надо создавать госкомитет обороны и ставить настоящего так сказать нового адекватного главу генштаба этого не происходит и честно говорит это удручающее обстоятельство это пролог к организационной неразберихе вот такого штабному штабно-государственному роличу которого в общем-то противник я имею ввиду главного противника и добивается а высшее руководство но увидите поездка в азербайджан посещение так сказать авказа вот рассуждение кабардинской пистолетов знаете на самом деле все таки сейчас уместно отложить некоторые вопросы было бы отложить вопросы внешнеполитические ехать курскую область но этого не случилось как и формирование госкомитета оборот я слышу когда очень многие говорят что это авантюра со стороны через конечно очень рискованный шаг со стороны киева что на самом деле киев потерпит полный крах совершенно неважное стратегическое направление там неудобная позиция как говорится где переследим то есть прекрасно вроде организованная операция но не в том направлении где он точно собственно говоря совершенно таскать не добьется никакого успеха остановим разгромим и прочее прочее но вынужден допустить совершенно другую интерпретацию того что произошло ребята потому что с той стороны сидят отнюдь не дураки видеть и тут я хочу на свои заметки чтобы ничего не упустить за курской авантюры стоит между прочим очень-очень трезвый расчет главное в этой операции отнюдь не занятие территории даже не прорыв к курской атомной электростанции курчатую не курску самому это будет приятный бонус если они добьются этого главное в запуске механизма внутреннего крица российской федерации на то чтобы взорвать ее внутри вот их главный самый генеральный расчет то есть по мере длительной войны все недостатки прошлых постсоветских лет они все больше сильнее выпирают вот они становятся бомбами уже не ленинскими бомбами под российской федерацией вот эти бомбы они пытаются привести в действие а я в случае в общем-то самого большого удачи фортуны для высу мы вызованы они на рассчитывать вызвать раскол и замешательства в самих верхах российской федерации на укрепляясь вот добившись прорыва на курска юдоги 2 укрепляясь там чего они еще получать какие вы первое усиливает позицию киева на вполне возможных вот будущих переговорах по перемирию по прекращению огня второй момент вот таким ударом они очень воодушевляют собственное население собственные войска и подрывают международные события простите международное положение международные позиции российской федерации ну как же победоносцы если у вас такое встречается третий момент который они добиваются вот они укрепились и создали создали перспективу вы будете ну вы не нанесете собственно говоря как неправедливо воздушная операция вы придете вам придется на земле вытеснять высу с курской области а это создает перспективу вот разрушение городов и сел курщины при выдавливании вот высу за границей уже порождает гуманитарный кризис ну вот момент когда записываю это этот материал 130 тысяч беженцев это очень много на знаке с курской области и вот не хватает государственного комитета ворона который решал бы вы оперативные еще проблемы с беженцами вот это еще один кризис вот это та логика тот замысел операции попри все ми шановні глядачі вистояли и обовязково переможемо бо разом мы сила подпишитесь на канал ставьте вподобайку пишите свой коментар та поширюйте эту информацию